Лето еще не закончилось, не покидает Брест и жара. Именно поэтому большинство людей старается пережить зной у воды. На брестских городских пляжах в любой день с раннего утром и до позднего вечера многолюдно, как и каждый год, вместе с водным весельем рука об руку, идут и трагедии. К сожалению, этим летом статистика погибших на воде не просто не уменьшилась, а даже возросла. На сегодняшний день цифра не радует. 70 человек потерпели бедствие на воде. Большому счастью в этой цифре нет детей, что очень радует. 34 человека, было спасено из них 9 несовершеннолетних детей. Если одни загорают и плавают в официально разрешенных местах, которые постоянно контролируются спасателями, где чистый пляж и исследованные на опасные предметы дно, то другие все еще выбирают для себя акватории, где купаться запрещено. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что вы отдыхаете и купаете в запрещенном месте? Значит, я озвучила, что вы на данный момент находитесь в месте, которое не предназначено для купания. Запрещено. От трех до шести базовых. Это за первый раз. Рейдовая служба будет идти, вас смело могут оштрафовать. Есть специализированные нас пляжи. Пожалуйста, с удовольствием приглашаем, приходите. Это в целях вашей безопасности. Информация в опасных местах прямо кричит. Купаться нельзя. Здесь утонул человек. Однако, ВОЗ и ныне там купаются. В этот раз нарушителей обнаружено было немного. Но участники рейда все равно с каждым провели инструктаж и разъяснительную работу. В зоне риска всегда находится и самая уязвимая часть населения – дети. В силу возраста они не всегда подходят к купанию осознанно. Баловство на воде, купание без сопровождения родителей и, конечно, в запрещенных местах. Задача рейдов, проводимых представителями, а свод – в очередной раз предупредить и разъяснить, какая опасность подстерегает людей на водоемах. Мы всегда ходим вместе. Я их еще пока так не могу. Ну, пока я боюсь. Я не знаю. Некоторые не боятся. Я смотрю, некоторые сидят на берегу, дети купаются. Я не могу пока. Я всегда иду вместе с ними воду. И уже там уже мне проще следить. А здесь вообще вода чуть-чуть темноватая. Здесь даже ребенок нырнул, можно даже не увидеть, если даже что-то случится. Необходимо следить, потому что это же дети. Они же могут что угодно. У них сейчас так, а через пять минут они уже где-нибудь буйки трогают. Ну, это опасно. Да, дети? Я вот беру за руки, я только нахожусь с ним. В воду из меня он не заходит, либо я с ним стою. Потому что, мало ли, он же может даже, если даже он не глубоко стоит, он же может просто наклониться и захлебнуться, и я его не увижу. Нет, только со мной, только вместе. Запомните, не стоит рисковать жизнью, купаясь непонятно где, в то время как можно отдыхать безопасно под присмотром профессионалов.